Две годины и двадцать три пытания от Жахарова региона. Помощник президента, инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию с Жахарами-Предвинья и опробовал новую практику. Под час размовы он параллельно выходил на совесть к героинистам району, а куль поступили звонки. Таким чином, мясцовые улады отрымали махчимость оперативно разобраться у ситуациях. Те изноденные шляхи выращения на болелых проблем расскажет Артур Смоляков. У доме номер 223 по улице Ленинградской у Витебску Клаудия Сачилка живее с 80-х. Сеня Леуневка тут не працуя, по стенах тячая вода, а грибок литерально пожирая панельку. Со своей проблемой Жахары, куда только не свертались, а вы не куняма. Как только начинаются дожди, и вот здесь вот льют через ремневку. Вот здесь вот щиты, вы же понимаете, не дай бог когда-нибудь здесь закоротит. Здесь же, вы представляете, что здесь будет? Дети ходят, бегают, вот все открыто, ничего нет. Постоянную сырость у квартирах дополняют неосправные сушильники для ручников. Капитальных ремонту люди чекают давно и у фуарбах описывают, как коммунальники шмот годов спробуют вырошить проблему. Еще одна беда – мясцовый склеп. В начале лета в 17-й квартире забилось канализацию. Значит, вызвала она сантехника, хозяйка вызвала. Сантехник пришел, посмотрел, пошел в подвал, разбил трубу. Теперь это все течет на пол. И там нельзя пройти. А мы храним там и картошку, и морковку. Анатолий Леневич обязает же Харамдома вывучить проблему и знайсти решение. До помощи у помощника президента просит и Светлана Воробьева из Витебского микрорайона Билева. Два с половой годы тому и она народила двойнят. Зараз у семьи четверо детей, и никого из них у ближайший детячий садок не взяли. Мне объяснили это тем, что нет мест. И мы не знаем, что делать. Естественно, мы начали все инстанции звонить. Детский сад предлагают только на строителях. С нашего микрорайона добраться до туда очень плохо. Прас шесть месяцев Миланию и Стефанию треба отправлять у садок, а варианта у Светланы нема. Муж постоянно у командировках, а сама жанчина працуем и цястрой у Богушевску. При этом дети часто хвореют и долго стоять на припынках у холодную пару годок, абдабрацца у садок с перасадками – не вариант. Помощник президента обязаў разглядзіць пытання і да помахчыў молодой маті. Вопросы очень актуальны, но знаю, работая с облсполкомом о том, что уже на сегодня есть разрешэння строительства большого детского сада в районе, в микрорайоне Билева. Строительство начнётся, я думаю, в 2020 году. Проектирование ведётся, поэтому проблема, я надеюсь, снимется, потому что садик будет большой. Званки аджахару пауночного региона інспектор па Витебской області прымаў більш за две годіны. На парадку дня проблемы электрифікація ў приватным секторе, замороженая будавництва жилых дамоў, компенсациў укладаў советскага перээду. Таліфановали Зоршы, Талачына, Сянна, Міёров і Полацка. Принимая телефонные звонки, эффективность немножко выше, больше успеваешь принять людей. То есть люди достаточно чётко, ёмко ставят вопросы. С местными властями мы это всё изучим, обсудим, какое вынести решение, и в соответствии с этим уже будет дан ответ человеку. Подводзіць и вынік телефонного даялогу с жахарами в області Анатоль Линевич нацеліў мясцовыў лады на адказнае выкананне сваіх абавязкаў і падкрэслиў, што ўсе звороты будуть разгледжаны аператыўна і якасна за дзіной мэтай, максимальна да помахче людям ў варашэнні набалелых пытанняў. Артур Смоляку, Олександр Петровецкі, Новіны, Витебск.